World of Warcraft это по-настоящему уникальная игра. Совсем скоро ей исполнится аж целых 15 лет, больше чем тебе, и на протяжении всего времени эта MMORPG развивалась, обновлялась и дополнялась, в то время как другие игры закрывались, перезапускались или просто тихо доживали свои деньки. Вов всегда стремился соответствовать актуальной игровой повестке, и потому можно вполне смело заявить, что Warcraft тогда и Warcraft сейчас это две почти разные игры. Неудивительно, что и поклонники Вова разделились на сторонников и противников изменений, да и в конце концов даже разработчики игры уже несколько раз поменялись. И в данном ролике я попробую как-то немного со стороны взглянуть на многолетнюю историю World of Warcraft и выявить, какие же механики оказались палками в колеса, как на том самом меме. Субъективно, конечно, но может быть вы с чем-то и согласитесь. Это будет совсем не скучное видео с очевидными выводами, это не паразитирование на выходе классики и... Ой-ой, уснул. Кажется, ему не хватило энергии. Но где же ее взять в это нелегкое время? Имба-энерджи. Это сухой растворимый энергетический напиток для геймеров. Повышает концентрацию, улучшает скорость реакции, тонизирует мозг и дает силы докатать любую катку. Никакого вредного сахара и характерных для обычных энергетиков побочек. Ох, меня так сильно зарядило, что я прямо сейчас ультану. Да, мы геймеры именно таким сленгом и разговариваем. Имба-энерджи, это еще и выгодно, ведь вам не нужно переплачивать за кучу алюминиевых банок. Вы заказываете сразу несколько порошков, замешиваете их в шейкере и отправляетесь потеть в любимой игре. Заказывайте имба-энерджи по ссылке в описании. ИГГ, ВП, ГЛ, ХФ. Но это наш геймерский сленг. Ох, взбодрился. Теперь к теме видео. В этом ролике мы обсудим, на мой взгляд, самые спорные механики актуального Вова, которые отразились на игре далеко неоднозначно. Сейчас, перед выходом классики, как раз будет хорошо вспомнить, чем же отличается от раннего Варкрафта нынешний, и этим мы и займемся. Возможно, если ролик пойдет хорошо, мы также рассмотрим и самые удачные нововведения Вов. Просто на все вместе сейчас времени не хватит. Приступаем. Скалирование локаций. Нововведение из Легиона, которое призвано было предоставить игроку возможность самому выбирать себе путь прокачки. Все мобы в локациях обладают динамическим уровнем, подстраиваясь под игрока. Соответственно, нет четкого разделения на лоу-левельные и хай-левельные зоны. Изначально это планировали использовать только на высокоуровневых зонах самого Легиона, но затем распространили сразу на весь Азерот, что и стало спорным решением. В сухом остатке технология звучит, конечно, интересно. Игрок больше не вынужден покидать зону, когда достиг слишком высокого уровня, потому что больше не получает опыта за квесты. Теперь можно выбирать себе локацию самому, исходя из сюжета, визуальных предпочтений и так далее. Но, как обычно, но. Подобные изменения в очередной раз утянуло World of Warcraft в сторону от жанра РПГ. Если окружение всегда подстраивается под героя, то получается, что герой, по сути, не развивается. Прокачка не позволяет чувствовать рост силы своего персонажа, ведь на каждого моба уходит примерно равное количество времени. Более того, в результате скалирования в разы возросло и общее время, требуемое на развитие своего персонажа до максимального уровня. Прокачка и без того являлась одним из самых проблемных звеньев нынешнего Вова, ведь условному новичку нужно было преодолеть аж свыше сотни уровней, чтобы начать серьезно играть. А какому-нибудь желающему прокачать твинка это был просто искусственный барьер на пути. Ну или 3000 рублей? Количество опыта на уровень фиксили не один раз, потому что людей просто раздражало то количество времени, которое теперь отнимает левелинг. А ведь Blizzard привнесли еще и специальные награды для тех, кто качает персонажей вручную. Вот только теперь качать персонажей вручную куда сложнее. Пропало чувство мира. Когда ты вот туда не ходи, здесь опасно, лучше вот тут тусуйся. Если раньше квесты в Вове делились на зеленые, желтые, оранжевые и красные в зависимости от сложности, то теперь даже надобности в этих цветах практически никакой нет. Все одно. В общем, шаг-то, конечно, логичный и даже при определенных обстоятельствах действительно полезный и закономерный. Например, если мне хочется пройти сюжет в зоне, в которой я раньше никогда не был. Но все-таки, как по мне, суммарного вреда от этой технологии вышло больше, чем пользы. Возможно, будущее потенциальное сплющивание уровней как-то наконец починит процесс прокачки в Вове. Но пока что это до сих пор одна из самых главных проблем, стоящая перед условным новичком. Упрощение классов Свобода, равенство и вот это вот все современное коснулось, к сожалению, и классов в Варкрафте. А классы — это, пожалуй, самая явная ролевая составляющая игры. Твоя роль в игре, твои слабые и сильные стороны напрямую зависят от класса, за который ты играешь. И раньше это разнообразие было куда ярче. Классы отличались стилем игры. Например, шаману необходимо было сперва расставить тотемы, накинуть на себя бафы, а потом только вступать в бой. Разбойнику — уйти в стелс и подойти сзади к противнику. Охотнику — держать расстояние. Чернокнижнику — собрать нужное количество осколков. Кто-то ковырял мобов автоатакой. Кто-то выписывал сложные комбинации спеллов словно пианист. Некоторые нажимали одну кнопку. И так далее. Классы обладали ценностью в группах. Например, такой важный и мощный баф для рейда, как Блудласт, мог дать только шаман. Поэтому персонажи этого класса в группе были очень востребованными. Для хорошего лечения танков звали Паладина. Для поддержания рейда — Друида или Преста. Одних танков прошибало много, но редко, других же — постоянно, но по чуть-чуть. Но в определенный момент времени Близзарды решили сменить концепцию «игрок — это класс» на «игрок — это игрок» и стали приводить все роли примерно к одному знаменателю. Сперва экзотические бафы разлетелись по другим классам. Блудласт стали давать маги и охотники. Бафы на статы стали процентными и одинаковыми у всех. Затем бафы вообще исчезли, но сейчас в некотором виде вновь вернулись. Потом классы стали усредняться. Рейдовые хилы получили хорошие точечные заклинания. Точечные хилы — рейдовые. Механики избегания урона у танков стали почти одинаковыми. У ДПСеров средняя ротация стала состоять примерно из трех-четырех заклинаний и нескольких кулдаунов. Пианисты и однокнопочники почти исчезли. Стали пропадать знаковые особенности. Охотники больше не могут вселяться в своего зверя и не таскают с собой стрел. А ведь когда-то существовал аж целый редкий легендарный лук, которому не нужны были стрелы. И он был мечтой. Шаман больше не расставляет скрупулезно тотемы перед боем. Паладины не обсуждают, кто кого бафает. Воин не переключает стойки. Друид уже не такой мобильный, как ранее. Теперь у него имеется четкое разделение аж на четыре самостоятельные роли. Рыцарь Смерти, который по ранней задумке мог быть танком и ДД в любой из своих трех специальностях, теперь танчит только в крови, а дамажит в остальном. Таланты также значительно упростились. Кому-то изменения, конечно, пошли на пользу. Какие-нибудь ШП-престы перестали быть инвалидами. У разбойников и охотников стало больше разнообразия между спеками. Но в целом особой разницы теперь уже нет, каким конкретно классом вы владеете. Основные отличия сейчас в спецэффектах и одеждах. А так, глобально Близзарды, правда, приблизились к своей концепции «главное игрок, а не класс». Но все-таки мы же в РПГ играем. Соратники и гарнизон оплот. Нововведение последних трех дополнений, которые буквально уже стали позволять не заходить в ВОВ вообще, а просто сидеть с телефона отправлять своих соратников на задание. Достигли пика своего абсурда в Легионе, когда люди умудрялись зарабатывать миллионы золота на своих твинках, делая задания в оплоте. Сейчас в БФА эта система не пришей кобыле хвост, но пока отказываться от нее, видимо, никто и не планирует, хотя уже пора бы. Тем не менее, здесь даже и разжевывать не нужно, почему это мешает игре. Потому что, блин, просто не надо играть. Зачем бегать в рейды, если твоя прислуга тебе может легко раздобыть эпик, как это было в Дреноре? Зачем фармить ресурсы, репутацию и деньги, если надо просто встать по будильнику и отправить соратников из оплота? Что творилось с экономикой серверов, это вообще отдельная песня. Если прочие механики Blizzard подсматривали у сессионных игр, то соратников, видимо, подглядели у мобилок, что в таком мастодонте, как WoW, выглядит очень странно. Опять же, изначально система, возможно, была и не так плоха. Игроки давно хотели свои дома, какую-то их кастомизацию и т.д., но реализация подкачала. Гарнизон не стал местом для уединения и воссоздания домашнего уюта, а просто превратился в набор торговцев под рукой. С той самой злополучной доской заданий для соратников, от которой не могут избавиться и по сей день. Ну а как теперь слезть с иглы тем, кто привык запускать WoW Компаньон на мобиле? Обесценивание эпиков и легендарок В играх всегда приятно к чему-то стремиться. Хочется добиваться каких-то высот и развиваться, улучшая свои показатели. Главным показателем в любой MMORPG является уровень твоего шмота. Ну и его цвет. Цвет — это индикатор редкости, который показывает, насколько тяжело была добыта шмотка. Игрок высокого уровня, как правило, всегда начинал свой путь с различной зелени. Затем одевался в синие вещи, и только потом, спустя множество прохождений инстансов, рейдов и прочего, на нем начинали появляться фиолетовые пятнышки. А уж легендарки — это прям настолько экзотика, на которую могли сбежаться посмотреть чуть ли не всем серверам. Но в определенный момент Blizzard решили расширить пул получаемых эпиков. Сперва они падали в рейдах, потом появились в героических инстансах с последнего босса, следом ввели баджи и возможность покупать эпики за них, затем появились специальные данжи с только лишь эпиками в дропе, Потом, с вводом рандомных рейдов, эпиков стало падать еще больше. А когда появились локалки, эпические шмотки оказались и там. В общем, наличие эпика в эквипе перестало значить вообще хоть что-то. Это стало совершенно привычно и тривиально для любого высокоуровневого игрока. Тогда уже взялись за легендарные шмотки. Ранее легендарка была или безумно редкой, или получалась в награду за какое-то тяжелое испытание. В Лич Кинге легендарки стало собирать куда проще, и у многих латных классов можно было встретить в арсенале Шэдоу Морн, а у хилов Волонир. В Катаклизме свои легендарки получили разбойники и кастеры, ну а в Пандарии Близзард все-таки решили раздать легендарные шмотки всем. Конечно, на деревьях тогдашние плащи не росли, но относительно среднестатистический игрок вполне мог завладеть этой вещью без особых напрягов. В Легионе же легендарки вновь побили все рекорды абсурда. Теперь они падали просто отовсюду. Из обычных существ в мире давались за задания, добывались в подземельях и рейдах, крафтились. Игроки могли носить аж по две легендарные шмотки, а без них тебя вообще за человека не считали. И это еще и вкупе с артефактным оружием, которое тоже вроде как должно быть каким-то эксклюзивным, а имелось у всех. В общем, как вы поняли, Остапа понесло. Были придуманы еще и кованые титанами и закаленные в боях модификации шмоток. Это обычные эпики, но только круче, и встречаются реже, в основном просто чисто рандомно. Хаос продолжался, шмотки перестали что-либо значить совсем. И пока тенденция не планирует заканчиваться, разве что хоть легендарок нет и на том спасибо. Но зато сердце Азерота у каждого на шее, как браслетик в отеле в Турции. Случайный подбор игроков Если из-за предыдущих изменений мы потеряли как таковое чувство левла, чувство класса и могли вообще не заходить в игру, то благодаря этому пункту в World of Warcraft пропала надобность общаться. Начиналось все невинно. Сперва случайно группу подбирать можно было только на поле боя. Но оно вроде как и логично, вряд ли люди смогли бы вручную собрать две пати и пойти воевать друг против друга. Группы же в подземелья и рейды подбирались только вручную. Сперва посредством чата, затем ввели специальный интерфейс, в котором можно было оставлять заявки, а другие люди их видели. И наконец, в Личкинге появился первый случайный подбор группы для подземелий. Теперь игроки могли буквально в один клик и несколько минут ожидания отправиться покорять нужный им данж с командой таких же рандомных людей. Уверен, что статистически количество пройденных подземелий в этот момент выросло, наверное, в сотни или даже тысячи раз. Затем в катаклизме программу расширили и ввели аж целый рандомный подбор рейда и отдельную сложность для этого дела, поскольку координироваться случайной двадцатки людей было крайне непросто. Казалось бы, все хорошо, теперь казуалы всех мастей смогут увидеть контент, который тщательно прорабатывали Близзард. Возможно, даже увеличится социализация, но на самом деле все пошло совсем наоборот. Освоившись в новых технологиях, люди вдруг поняли, что больше они ничем не рискуют и куда проще встать в очередь еще раз, чем доить козла. Проще кикнуть игрока, который не умеет, и получить нового, чем пытаться обучить первого. Проще ливнуть, чем обсуждать тактику в чате. Особо зазнаваться стали танки и хилы, для которых поиск длился буквально секунды, в то время как дамагерам приходилось ждать в среднем минут по десять. Для рандомных групп никто не закупал еду и зелье. Никто не парился о своем гире и талантах. Никто не организовывал голосовых чатов. Никто даже не пытался как-то заранее ознакомиться с тактиками и советами. В результате теперь в игре Blizzard уже сами пишут тактику на боссов. Количество PvE прохождений возросло в десятки раз, но качество сильно упало. Появились тролли и прочие пранкеры. Именно LFR и LFG многие игроки считают тем, что окончательно убило социализацию в WoW и поменяло совершенно философию этой игры. Предыдущие рассмотренные нами пункты убивали RPG-составляющую. Рандомный подбор же взялся и за ММОшну. А знаете, что самое ироничное? Ведь ни одно из выделенных сегодня нововведений не добавлялось в игру с намерением все испортить. Совсем наоборот, их целью было улучшить экспириенс. Просто вышло так, что потенциально хорошая задумка разбилась о фактор времени и фактор количества людей. Какие-то механики, возможно, были не до конца продуманы геймдизайнерами, как, например, скалирование локаций, эпики, таланты. А какие-то стали обузиться уже самими игроками, как рандомный подбор и оплоты с соратниками. Вышла ситуация примерно как с фотографиями, которые раньше были очень дорогими и недоступными всем желающим, а сейчас за один день делается больше снимков, чем за весь прошлый век. И вот спрашивается, что из этого лучше? Мог ли Warcraft развиваться по какому-то другому сценарию? Вопрос философский, и однозначно ответа на него нет. В конце концов, мы должны помнить, что мало какая еще игра прожила столько лет, как World of Warcraft. И пока еще заканчиваться он не планирует. И главная ирония заключается в том, что хорошая на бумаге идея со временем может превратиться в ужасную беду, подобная снежному кому. И та же классика сейчас вроде как выглядит максимально удачным решением, но только время покажет, насколько хороша оказалась задумка. А вдруг не повезет? Ну а мы будем посмотреть. С вами был Аркадий. Такие вот я выделил для себя спорные механики. Подбирал я самые, на мой взгляд, важные, поэтому делитесь в комментариях вашим мнением на этот счет и пишите какие-то другие. Ну и от активности под этим видео зависит, будем ли мы делать вторую часть, в которой рассмотрим наоборот самые удачные и хорошо зарекомендовавшие себя современные изменения World of Warcraft. Напоминаю про второй канал, твич и паблик ВКонтакте. До новых и скорых встреч!